Космос Лав Выставка посвящена эмоциональному взгляду художников и кураторов на миросвоение космоса, на все фантазии человечества о том, как это могло бы быть когда-то, и вот оно случилось и произошло. Эмоциональное посвящение нашим инженерам, исследователям и изобретателям. Выставка разбита на три части. Это мультимедийная выставка, которая на 360 градусов дает панораму, идет в визуальный ряд о предчувствии космоса, то есть о тех утопиях, которые еще с 19 века владевали моими человечеством и затрагивает работы русского авангарда космического. Это главный зал выставки. На мультимедийных экранах показывают фрагменты картины известных художников и съемки из космоса. На тему космос рассуждали Казимир Малевич, Владимир Татлин, Василий Кантинский. Во второй части, это уже период освоения космоса, полет Гагарина и вся та космическая лихорадка, которая охватила планету в тот период времени. Это и постеры, и плакаты, и мультфильмы. Третья часть выставки посвящена уже футуристическим размышлениям о том, что произойдет, когда мы отправимся на другие планеты. На этом аппарате можно почувствовать себя, если не космонавтом, то, по крайней мере, летчиком-испытателем. Он поворачивается на 360 градусов. Кстати, каждый космонавт умеет управлять самолетом. Вы заходите в зал, вы слышите прекрасную современную музыку, например, Дэвида Болли, и смотрите на вот эту всю панораму так, как вам удобно. У нас посетители обычно садятся на пуфы. Сама выставка идет примерно полчаса. Некоторые посетители у нас там сидят часа по два. А что мы видим на экранах? Как марсоходы, старые фотографии истории космонавтики и арт-работы. Ну, это единый визуальный ряд, который используют отсылки к картинам художников или некоторые картины художников, которые вдохновили инженерную космическую мысль. Или наоборот, вдохновились ей и создали там такие авангардные невероятные работы. Человек всегда мечтал полететь к звездам. Но ведь наша Земля — это тоже космическое тело. Значит, мы все живем в космосе. Задумались о вечном на выставке «Космослав» Олеся Андронова и Яна Глушецкая. Задумались о вечном на выставке.